Салют, бандиты! Майкл Джей на связи. И сегодня экспериментальный формат ролика. Отойдем немножко от виртуального футбола и перенесемся к реальному. Хочу сегодня поговорить с вами о московском Спартаке, о фигуре Леонида Федуна, о том, что вообще происходит в Спартаке и происходило за все эти годы при его президентстве. В принципе, высказать свою точку зрения, почему Спартак зачастую является далеко даже не то, что лидером футбола, а даже, можно сказать, каким-то середняком являлся в некоторые годы. Почему так происходит, насколько в этом велика роль Леонида Федуна, и вообще, почему все так? Я могу запинаться, я могу сбиваться, потому что я никак не структурировал то, что у меня есть в голове. Это довольно большой пласт знаний, которые я сейчас буду постепенно пытаться как-то все это конструировать в какой-то пазл и потом все это вывалив в какой-то единый итог, подвести какую-то черту. Итак, 2002 год, мне 10 лет, и этот год, когда я начал переживать за московский Спартак, на тот момент президентом и главным тренером Спартака являлся, конечно же, мэтром нашего футбола Олег Иванович Романцев, эпоха которого, в принципе, подходила к концу. Как окажется, в 2002 год Спартак еле-еле занимает третье место, при том, что до этого это был просто гегемон отечественного футбола, куча чемпионов подряд, безусловный лидер нашего футбола. Но 2002 год, это третье место, и никто, наверное, не знал, что будет дальше. 2003 год, последний год эпохи Олега Романцева, выигранный Кубок России, и на этом, можно сказать, путь Романцева в Спартаке закончен. На тот момент вице-президентом Спартака является небезызвестный Андрей Червиченко, который также в 2003 году выкупает контрольный пакет акций у Олега Ивановича Романцева и становится полноценным президентом московского Спартака. И в том же 2003 году, если я не ошибаюсь, совсем недолго, немного времени прошло после этого назначения, он выказывает недоверие Романцеву и увольняет его. Следующие два года можно назвать ну, просто провальными. Это была разруха самая натуральная. Червиченко начал завозить непонятных иностранцев. Он назначал тренером Андрея Чернышева, которому я не помню, сколько лет было, наверное, лет 35. Это был тотальныйший дилетант на тот момент в футболе. Потом тренировал Невио Скало, да, это был мэтр итальянского футбола, очень опытный специалист, но с учетом того, какой состав был Спартака, как все это организовывалось, насколько безобразны были административные решения, но в один момент на балансе клуба, если я не путаю, числилось около 60 футболистов из них, там половина была низкокачественных легионеров, которые привозились из дальнего зарубежья, из Африки в частности, и поэтому у Скалы тоже не было, в принципе, никаких возможностей себя проявить. Мы заняли 8-е и 10-е место в те два года, плюс отбывал дисквалификацию за употребление Брамонтана, ну, я думаю, это суперизвестная история, Егор Титов, человек, вокруг которого Скала собирался строить, строить игру того Спартака. Ну и, в общем-то, надо переходить к сути, а суть у нас 2004 год. 2004 год – это очень важная веха сейчас, которую мы должны отметить. Именно в 2004 году Леонид Федун покупает московский Спартак у Андрея Червиченко. Леонид Федун на тот момент совершенно неопытный управленец в футболе, хотя я могу сказать, что сейчас практически ничего не изменилось, и мы потом к этому вернемся. На тот момент Леонид Федун и его, так сказать, ближайший компаньон в плане спортивного менеджмента, это генеральный директор на тот момент Юрий Первак, очень волевой, очень харизматичный человек, насколько я помню, бывший военный, принимает решение уволить Невио Скалу и тренером московского Спартака становится латвийский специалист Александр Старков. Александр Старков – специалист, который здорово себя проявил на чемпионате Европы 2004 года со сборной Латвии, соответственно, и именно под приход Александра Старкова производится первая масштабная закупка действительно высококлассных футболистов. Если в предыдущие годы Спартак закупал тотальный шлаг, в этот раз Первак действительно проявил свои лучшие качества и постарался расчистить весь этот балласт, и можно просто перечислить имена, которые появились в Спартаке. Это и на тот момент здорово проявивший себя на чемпионате Европы в составе сборной Чехии Мартин Яранок. Также это был Климента Родригес, подающий Надежда, по-моему, на тот момент уже олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины. Один из лучших вообще игроков чемпионата Аргентины на тот момент это форвард Фернандо Ковенаги, который был куплен за рекордные на тот момент деньги, по-моему, 11 миллионов. Забивший уже порядка 60 мячей на взрослом уровне к своим юным годам. Также, конечно же, это уже потом легендой и ставший в Манчестер Юнайтед это суперстена, серфский защитник Неманья Видич. Ну и там были еще несколько трансферов, ну и, конечно, особняком выделялся приход, возвращение, возвращение в Спартак Дмитрия Оленичева. Дмитрий Оленичев, обладатель Лиги Чемпионов, обладатель Кубка УФА в составе Порту, забивавший в финале Лиги Чемпионов, возвращается в Москву, возвращается в Россию, чтобы закончить карьеру в московском Спартаке. Сразу же получает капитанскую повязку, это непререкаемый авторитет, это игрок, ну, с большой буквы, который ставит перед собой самые высокие цели, и мне казалось, что с этого момента начнется неоспоримый подъем Спартака, возвращение к, так сказать, славным традициям. В 2005 год, соответственно, Спартак занимает второе место в чемпионате, и в начале следующего, после, ну, показывает достойную игру, не сказать, что это было что-то прям вау, но по сравнению с провальными годами до этого, это уже казалось, да, действительно, в следующий год Спартак способен бороться вновь за золото. Но происходит следующее, то, что мне обязательно нужно упомянуть, три ничьи на старте, не очень выразительные ничьи, с двумя дебютантами, насколько я помню, и выходит знаменитое письмо, знаменитый выпуск газеты «Спортэкспресс», где Дмитрий Оленичев выражает недоверие Александру Старкову, выходит заголовок, «Александр Старков, тупик для Спартака». В тот момент Дмитрий Оленичев высказывает полнейшее недоверие тому стилю, который проповедует Старков, тому, тем принципам игры, которые прививаются Спартаку. Он считает, что это трусливый футбол, это фотофутбол от обороны, это футбол, который никогда Спартак не проповедовал, и Оленичев ставит под сомнение квалификацию Старкова и вообще возможность нахождения в рядах такого прославленного клуба такого специалиста. После этого Дмитрия Оленичева мы в составе «Спортэка» больше уже и не увидим. Так же, как и скоро не стало и Александра Старкова, естественно, не стало, как главного тренера. Вот такая происходит череда непонятных решений. Но мы вернемся потом. Я не зря вспомнил это письмо, я не зря вспомнил то, что сказал Оленичев. Через какое-то время я поясню, что я имел в виду и к чему это было. Итак, вроде бы все налаживается, когда к тренерскому мостику подходит Владимир Григорьевич Федотов. Ныне покойный, очень жаль, очень светлый человек, причем который играл всю свою карьеру за ЦСКА, но бальщики Спартака до сих пор вспоминают его с теплотой и любовью. Это человек, который доверял молодежи, который действительно был классным специалистом, который умел поддержать и моральный дух, и при этом он мог поставить качественную группу с игроками, которые действительно только начинали свой путь в большом футболе. И надо отметить, что 2006 год это не только назначение Федотова главным тренером после того, как он некоторое время побыл исполняющим обязанности, но и очень важно отметить переезд, переезд из Австрии нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Но Станислав Черчесов в 2006 году он пришел, естественно, не как главный тренер Спартака, а пришел он как спортивный директор. Спортивный директор, но я думаю, это тот момент, когда можно отметить роль Леонида Федуна и его ближайшего окружения. Я был уверен на 100%, что была договоренность с Черчесовым, который тренировал до этого в Австрии уже, он не был там спортивным директором, он несколько лет тренировал австрийские клубы. И я думаю, там была договоренность, что как только у Федотова будут какие-то сложности, именно Черчесов заменит его на позиции главного тренера. Так и происходит, насколько я помню, это, скорее всего, лето 2007 года. У Федотова случаются трудности, его не поддерживает руководство, и Владимир Федотов отправлены в отставку, при том, что результаты там были не супер выразительные, но ничего прям криминального не было. И летом 2007 года Станислав Салам Черчесов становится главным тренером московского «Спартака». Это был неплохой год, он оттренировал чуть больше года, «Спартак» тоже боролся за золото, но там можно отметить, конечно же, непроход в Лигу Чемпионов, очень напряженный, очень классный матч с «Селтиком». Можете найти, например, с комментариями Черданцева на ютубе есть вырезка с этого матча «Селтик-Спартак» на выезде. Тогда решающие пенальти за выход в групповой этап Лиги Чемпионов не забили тогдашние лидеры Егор Титов, Максим Калиниченко, и матч действительно был классный, когда в «Спартаке» появился только-только Вельтон, Вельтон показывал себя, уже с лучшей стороны был блистательный Рома Павлюченко в отличной форме, и команда была классная, Ирана, Ковач, Штранцель, Денис Бояренцев мог всегда запулить с 30 метров. Хороший, хороший был подбор футболистов у Черчесова, но результат был достойный, но ничего прям сверх выдающегося, и, соответственно, результат был в любом случае достойный, и Черчесов продолжает работу со «Спартаком», но при этом в следующем сезоне начинаются главные трудности. Все мы прекрасно помним поражение 1-5 от ЦСКА, когда Черчесов в ультимативной форме выразил полное недоверие лидерам, Егору Титову, капитану команды, Максиму Калиниченко, вице-капитану, и Моцарту. Он выразил свое недовольство тем, что они не могли завести команду, не могли повести ее за собой, и бездарно, можно сказать, проиграли ЦСКА, и после этого ни Титова, ни Калиниченко мы в «Спартаке» уже не увидим. Но как скоро мы и не увидим Черчесова? Через, на самом деле, небольшой срок, где-то 2-3 месяца, случается очередной отбор в Лигу Чемпионов, если я ничего не путаю, и тогда еще российские и украинские клубы не разводились между собой, все было в порядке, и «Спартак» безвольно, бездарно, ужасающе проигрывает киевскому «Динамо» со счетом 2-8 по сумме двух встреч, и Черчесов отправлен в отставку. Что нам надо понимать, когда уволили Черчесов, то, что в клубе уже работал Валерий Карпин. Валерий Карпин, который вообще никак не был связан с футболом, после того, как закончил карьеру, он имел свой велосипедный бизнес, в Испании, и приехал Валерий Карпин генеральным директором. Генеральным директором приезжает Валерий Карпин незадолго до увольнения Черчесова, ну и, соответственно, решение по увольнению он как уже ответственное лицо принимал. После Черчесова было невзрачно и совсем небольшое время, когда тренировал команду Микай Лаудруб, датчанин, но который потом признавался в интервью, что он совершенно не понял, менталитет российский, не справился, не был готов к такой работе, и единственное, чем он запомнился, это прерыванием той самой очень серьезной серии, когда Спартак не мог обыграть ЦСКА, это была победа 1-0, когда забил Никита Баженов. Вот единственное, чем запомнился Микай Лаудруб, и, соответственно, после увольнения Лаудруба 2009 год, именно Валерий Карпин, который на тот момент является генеральным директором, которого нету тренерской лицензии, именно Карпин становится исполняющим обязанности главного тренера и начинает неплохо играть, у него подбирается хороший состав с блестящим Алексом, с набравшим бомбардирский ход Велиттоном, с неподражаемым на тот момент, я могу сказать, с Владимиром Басровым, который просто рвал всех на своем фланге, и Валерий Карпин постепенно получает тренерскую лицензию и становится главным тренером. Спартак действительно играет один из лучших футболов на моей памяти в тот год 2009, действительно борется за чемпионство, но все, не все, но очень большую роль играет та самая история, когда непонятно, кто там, действительно ли приказали сверху, позвонили какие-то высокие чины, и Спартак продает Владимира Быстрова обратно в Зенит, и это очень, очень сильно подкашивает атакующую линию Спартака, и в целом вообще уверенность команды в дальнейшем результате, и конечно же фатальные ошибки со Слана Джанаева в дерби против ЦСКА, и в матче с крыльями Советов ставят крест на надежде Спартака завоевать чемпионский титул в 2009 году. Но Валерий Карпин продолжает тренировать, будет он тренировать, насколько я помню, еще до 2012 года, там будет и провальный матч, и классный матч, но, например, вылет от Санкт-Галлина из Швейцарии, примерно такого же по силе команды, как Тун, который был в этом году, Валерий Карпин заканчивает свою тренерскую карьеру матчем в Питере, когда Зенит стал чемпионом в переходный год, если я все правильно помню, но Спартак преподнес, подложил свинью, можно сказать, питерцам, и обыграл их 3-2, кариоко забил на последней минуте, и тот момент уже было, может быть, известно, может быть, это потом стало известно, но в целом уже у Спартака была договоренность о том, что Карпин перестает быть главным тренером, а остается генеральным директором, переходит обратно на эту должность, точнее, он и являлся все это время генеральным директором, возможно, поэтому он и смог так долго продержаться в эпоху Федуна, потому что у него было действительно большое влияние на клуб, он мог продавливать трансферы, он мог продавливать какие-то свои решения, плюс и Валерий Георгиевич, конечно же, очень харизматичный, очень тоже волевой человек, и его харизма и уверенно, все подкупали, но Уна Эмери 2012 год, человек, который все всем доказал после ухода из Спартака, когда три раза подряд выиграл Лигу Европы Севиль, когда он тренировал и выиграл чемпионат Франции дальше с Парис Сен-Жермен, сейчас он тренирует Арсенал, но это тренер мирового уровня, но в 2012 году Уна Эмери приезжает московский Спартак из Валенсии, он является тоже уже действительно таким хорошим специалистом, занимавшим третье место после Барселоны Реала в чемпионате, и большие надежды с ним связывали болельщики, и он Уна Эмери начинает неплохо, проходит групповой этап Лиги чемпионов, обыгрывает Бешикташ, насколько я помню, была классная игра в Барселоне, где мы вели 2-1, и только Генни Лео Месси, ну как же без Генни Лео Месси, позволил Барселоне одержать волевую победу еще на 3-2, но Уна Эмери такой действительно человек с европейским менталитетом, который не получил должной поддержки от генерального директора Карпина, который утратил контроль над раздевалкой, утратил контроль над игроками, когда он считал, что игроки, как в Европе, будут ответственными, будут готовы принимать какие-то решения самостоятельно и хорошо себя показывать, тренироваться, но это суровый российский футбол, и здесь не все так просто, и теряет контроль Уна Эмери над раздевалкой, и с того момента фактически просто доживает свои последние месяцы в Спартаке, остается совершенно один, не получает никакой поддержки от Карпина, теряет раздевалку полностью, поражение от Динамо, по-моему, со счетом 1-5 тоже, и тот самый названный тренеришка, Дюби, привет, тренеришка потом всем все доказал, конечно, но тренеришка был отправлен после этого матча в отставку, и Валерий Карпин возвращается к роли главного тренера, вот так вот, спустя полгода, сложно сказать вообще, насколько Карпин здесь подсидел Эмери, но сам факт того, что поддержки испанцу было оказано по минимуму, это действительно так, но Валерий Карпин, Валерий Карпин складывает свои полномочия наконец-то генерального директора, потому что как раз вышло, по-моему, постановление, что совмещение постов больше невозможно, и Валерий Карпин получает указание от Федуна забывать какой-то трофей, по-моему, это был то ли Еврокубок, то ли чемпионат России, ну, в общем-то, Карпин подписывает контракт, там, два года, может быть, на полтора, и принимает Спартак. Ну, выиграть, конечно же, ничего не получилось, при этом, как бы, результаты были и нормальные, и не очень, но, в целом, Карпин показывал, то, что развивается, то, что двигается команда потихоньку в правильном направлении, хотя, конечно же, затраты, которые проявлялись на трансферы, не всегда соответствовали тому, что показывала команда на поле. Но при этом увольнение, которое получит Карпин, по-моему, после матча Санжи в 2014 году, ну, это было абсурдно, Спартак, по-моему, всего там на несколько очков отставал от лидирующих команд, и очередное было, очередное, мы это запоминаем, очередное непонятное решение Федуна и его окружение опять, на каких-то эмоциях. Тот самая, тот самый момент, когда Федун сказал, что Карпин сбитый летчик, что он покупал, тратил неимоверные суммы на трансферы, а выхлопа никакого не было, и принимает команду Дмитрий Гунько, ну, можно здесь вообще ничего не говорить, это была очередная прокладка, которая просто докатила этот сезон, который из потенциально очень серьезного сезона, когда у Карпина в принципе все получалось, и он мог выйти из этого, ну, такого микрокризиса, ничего страшного не произошло, но команда докатывает, уже на автомате сезон очередной, который идет на смарку, и вот оно, вот оно, то, что интересно сейчас, можно проследить тенденцию, уже иностранец россиянин, иностранец россиянин, и опять иностранец начинает руководить Спартаком, это Мурат Якин, но мы не будем особо на нем останавливаться, это действительно был слабый период Спартака, по-моему, весной Якин совсем поплыл, там было четыре поражения подряд в чемпионате, и в общем-то закономерно было, что его уволят, здесь никаких вопросов нету, но дальше начинается самое интересное, 2015 год дорабатывает свое время Якин, и здесь встает вопрос о том, кто будет главным тренером, по многим источникам известно, что акционеры, ну в частности Федун, рассматривали три кандидата, это был Курбан Бердеев, это был Виктор Гончаренко, нынешний тренер ЦСКА, и соответственно Дмитрий Оленичев, Дмитрий Оленичев, который тренировал на тот момент Енисей, поднял его из первой дивизиона, но в основном турнире в РПЛ провалился и занял, по-моему, 15-16 место, в общем, Енисей вылетел обратно в ФНЛ, но при этом то, что мы должны начать упоминать очень конкретно, это давление общественности, псевдо-ветераны Спартака, то есть Ловчев и прочие недоэксперты, которые считают, что они лучше всех понимают в футболе, и что, конечно же, только истинный Спартаковец может поднять команду к вершинам, что именно Спартаковец, они те тренеры, которые показывали намного более симпатичный футбол, которые показывали результат, особенно Бердеев, но под влиянием общественности продавливается, продавливается кандидатура Дмитрия Оленчева, и Оленчев становится главным тренером Спартака. И сейчас надо вернуться к тому, что было до этого, это как раз Александр Старков и письмо Оленчева. 2015-2016 год, этот сезон, очень хорошо характеризует вообще то, что сказал Оленчев, и я после этого начал уважать очень сильно Александра Старкова, потому что игра, которую показывал Оленчев, совершенно не соответствовало тому, что он тогда говорил в письме про стиль, который должен прививаться Спартаку, про игру, про контроль мяча, и про в общем-то спартаковский, ну, как мы это называем, футбол. Дмитрий Оленчев играл очень-очень посредственно тренировал, команда, например, могла вести, и на 50-й минуте он мог выпустить третьего центрального защитника, чтобы просто уберечь этот счет 1-0. Это было не в одной встрече. Дмитрий Оленчев в конце концов скатился до того, что просто удерживал результат, чтобы не вылететь из команды, но при этом это было все равно только пятое место, и было очевидно, что это должно быть увольнение, что Оленчев не справился. Это было очевидно всем, потому что игра была действительно ничем не лучше, которая была в предыдущий год при Якине, никакого сверх прогресса не было, тогда уже начал конкретно зажигать Квинси Промес, и возможно без него было бы еще все печально, не наверное, а точно. Всем было очевидно, что Оленчев нужно увольнять, но это было очевидно всем, кроме Леонида Федуна. Оленчев остается, и вот он момент, перед сезоном 2016-2017 из Италии выписан тренером по обороне Массимо Каррера. Массимо Каррера, который как раз и определит вообще то, что произошло, тот грандиозный успех Спартака, чемпионство, но обо всем по порядку. Итак, приходит Каррера, начинается сезон, и начинается он с оглушительного провала, это не проход Айка, когда дома Спартак проиграл и не вышел в Лигу Европы в групповой этап, и после этого Оленчев увольняется. Опять-таки, достоверно известно, что Каррера, естественно, не рассматривался как главный тренер, он просто, так как пришел не с Оленчевым, соответственно, и уходил не с Оленчевым, он был сторонним приглашенным тренером, его просто попросили подменить несколько матчей, пока Спартак договорится с реальным кандидатом, и главным кандидатом все это тоже знают, это был Курбан Бердыев. Но там с сил определенных обстоятельств, опять-таки, Бердыев тоже непростой человек, хотя и очень сильный тренер. Это не сложилось, при этом Спартак начал, ну, действительно, неплохо играть вот эти матчи, которые были даны Каррере на роль исполняющего обязанности, и тоже игроки там подходили, сказали Федуну, что Каррера действительно прислушивается и к их мнению, и в целом ситуация как-то нормализовывается, и было принято такое решение после срыва переговоров Бердыевым, что да, опять-таки, доверить человеку, который никогда не тренировал сам, всегда был помощником, доверить ему команду. При том, что если проследить историю, то в Спартаке почти все тренеры, и Черчесов, и Карпин, у них у всех было очень мало опыта. Действительно, у кого-то вообще не было у кого-то два-три года. То есть, последние годы это тренеры, которые не имели какого-то масштабного, масштабных знаний, масштабного опыта, и это все могло заканчиваться плачевно, как и заканчивалось во многие годы. Но не в этот. Действительно, это был, ну, определенно, это лучший сезон за все владение Спартаком Леонино Федуна. Это был блестящий тандем Каррера и Филипчука. Это тот год, когда все игроки действительно показывали запредельный уровень футбола. Глушаков, Рома Зобнин, пришедший как такая разменная монета из Динамо, то есть, его никто не рассматривал как твердого игрока стартового состава, но это человек, который отработал просто от звонка до звонка весь сезон, играл и в центре, и слева, в полузащите, просто исполнил блестящую роль бокс-ту-бокса. Конечно же, Фернандо, который пришел перед тем сезоном, это его лучший сезон в Спартаке, это блестящее регулирование атак, это действительно классные проникающие передачи и мысль в центре поля Спартака позволила, ну, естественно, конечно, качественная работа тренерского штаба, грамотные замены, грамотные решения, грамотные перестроения, блестящая мотивация от Массима, и все это позволило действительно принести огромную радость болельщикам. Это был блестящий сезон, что даже Леонид Фидун, опять-таки, запомнил эту фразу, он сказал, что просто у него была фраза в одном из интервью предыдущие годы, что тренер это всего 10% в команде, даже он сказал, что да, я ошибался, тренер это не 10%, запомните эту фразу, очень интересно. И, соответственно, заканчивается сезон, все в эйфории, приходят новые помощники итальянские в штаб, и с этого момента возможно что-то поломалось, то есть можно там найти много информации, я не буду на этом застрять внимание, нам все-таки прям вот эти конкретности, я думаю, ни к чему. Да, это был не очень классный старт сезона, но при этом потом была выдана 17-матчевая беспроигрышная серия, была в блестящем стиле обыграна Севиле в Лиге Чемпионов, и это был, ну, действительно, это был классный год, по игре Спартак смотрелся даже лучше, чем в Чемпионский. Да, за золото там было почти невозможно бороться, хотя, ну, наверное, даже возможно, но серебро там надо было брать обязательно, обязательно должен был появиться Кубок России как трофей, но вот все, что получилось, все понимают то, что Глушаков, матч с Динамо, матч с Тосно, Димаш Филипчука, когда там начались какие-то непонятные сливы в прессу, какой-то непроверенной информации и о том, что Филипчук как бы как будто уже метит на роль главного, в общем, именно перетрубации начались в тот период, и, соответственно, проваливается концовка, не выигрывается, ну, самый, самый легкий кубок России, который мог быть с такой сеткой, не завоевывается второе место, которое, естественно, третье, которое не дает прямую путевку в Лигу Чемпионов, и, соответственно, в сезон 2018-2019 Спартак, как окажется, входит уже в полуразвальном состоянии, Фидун потом скажет в интервью недавно, по-моему, в этом летом было, что он уже понимал, что Каррера исчерпал себя, но дал ему шанс, потому что он тренер-чемпион. Ну, что ж, тоже мы к этому потом вернемся. Итак, что вообще произошло не так летом 2018-го года? Соответственно, ну, мы понимаем, что уже были какие-то терки между Глушаковым, можно сказать, и Каррерой, и, соответственно, руководство в лице генерального спортивного менеджера Наиля Измайлова и, соответственно, человек, который не привез Каррере игроков, которых он просил, были сделаны, ну, не сделаны, можно сказать, трансфер, был продан Кинси Промис, лидер последних четырех лет в атаке, безусловно, лидер, вокруг которого строилась вся атакующая игра и, соответственно, не привез игроков, которых просил Каррера, например, вместо Педро Роше из Греми он просил или Луана, или Эвертона, Эвертон, который недавно зажег на Кубке Америки, до сих пор играет в Бразилии, но за ним уже там очередь стоп-клубов, он начинает с его стоимости от 50 миллионов и тогда, в 2018 году, Сергей Родионов на тот момент генеральный менеджер Спартака заявил, что это не уровень, как потом рассказал Каррера в интервью, что Эвертон это не уровень Спартака, но мы сейчас видим, кто есть кто, кто не уровень, но это все останется на их совести. Соответственно, Спартак обескровленный, без лидера в атаке, без Жиго, который провел отличный первый матч, хотя только появился в команде, но уже определенно стал лидером в обороне, тогда он поломался в одном из первых матчей против Зенита, и вот так вот, без нескольких лидеров в линиях, Спартак продолжает набирать очки, да, со скрипом, но продолжает по минимуму пропускать, проблема есть в атаке, но, естественно, ничего прям супер критичного не происходит. Да, поражение, да, не слишком выразительная игра, но при этом отставание от первого места, насколько я помню, было, ну, действительно там смешным, по сравнению с тем, что есть, например, на данный момент, и вот это подковерная игра, когда активизировались СМИ, когда началась травля, когда вот эти все лайки и прочее, когда действительно, ну, можно сказать, что стравили вообще всю команду Спартака, и чемпионский состав, который действительно изживал себя, то есть, Карера просил, он потом скажет об этом интервью, что он сказал, что чемпионский состав нужен в конкретном обновлении, что эти игроки, некоторые просто выжили из себя все в тот сезон, и они не способны прогрессировать, они не способны дать больше команде, и нужна была стряска, но, опять-таки, как я уже сказал, трансферов он не получил. И, соответственно, вот он момент с увольнением Кареры, увольнение Кареры, и, как можно здесь понять, тренер-чемпион, тренер, про которого Фидун сказал, что это больше, чем 10%, но при этом он скажет вот тоже этим летом в интервью, что был вариант, что команда не могла уже существовать с этим тренером, грубо говоря, и надо было делать выбор, либо тренер, либо менять половину команды, и он сказал, что у него нет денег поменять половину команды. Запомните эти слова, потому что мы к ним совсем скоро вернемся. и, соответственно, нужно было искать тренера, там помощник Карпина, который, не Карпина, конечно, помощник Кареры, Рианчо, подменял несколько матчей, но это понятно было, что это тоже человек, который, скорее всего, какие-то, продавливал какие-то тоже довольно сомнительные решения в тот сезон, но мы действительно не будем его затрагивать, пусть отдыхается в Испании, все с ним в порядке. И тогда стал вопрос о том, кто будет главным тренером. Есть, опять-таки, надежная информация от достоверных источников, что Измайлов, перед тем, как была утверждена кандидатура Кононова, встречался с, опять, Валерием Карпином, и Карпин не захотел бросать проект в Ростове, ему там была обещана колоссальная поддержка, и мы видим, что это происходит на данный момент. И Карпин, ну, он понимал, это человек, который больше всего проработал при Федуне практически 5 полных лет, и был и генеральным директором, и главным тренером, он понимал, что при Федуне совсем не так все будет, как даже если, как ему обещают. Да и тем более, он говорил, что при Федуне он в Спартак не вернется, но это мы, конечно, посмотрим еще в будущем, но в любом случае, здесь и респект Карпину за то, что он не прогнулся, не погнался, за там, конечно же, работа в Спартаке, это намного более престижно, чем в Ростове, но мы сейчас видим, как все обстоит на самом деле. И вот она, кандидатура Кононова, которую, было даже непонятно, кто одобрил, когда на пресс-конференции был задан вопрос, кто выступил инициатором приглашения Кононова, там как-то все немножко замялись, насколько я помню. Кононов, Олег Георгиевич приходит из тульского арсенала, который на тот момент занимает, по-моему, не очень высокое место, на самом деле, в чемпионате, да, там отмечают, что игра команды неплохая, но при этом там не было какого-то запределенного количества очков, и проблему арсенала хватало. Приходит он за 30 миллионов рублей, именно за столько арсенал продает Кононова, и мы сейчас понимаем, насколько хорошо это окупилось вложение, насколько эта продажа была прекрасным решением от боссов арсенала, и здесь надо отметить такой момент, да, все могут помнить хорошую работу Кононова в Краснодаре, мы не будем брать его период в Украине, можно сказать про Краснодар, что да, несколько сезонов команда показывала прекрасный футбол, но можно вспомнить, что кроме третьего места один раз, Кононов-то ничего и не выиграл с своим прекрасным футболом, но отмечалось, что это действительно человек, который ставит классную игру, и у меня теперь появляются вообще догадки, почему вообще эта игра могла быть настолько классной. Понятно, что я не буду говорить, что Кононов не умеет ставить игру, хотя в Спартаке это он мне показал, возможно, он, конечно, что-то умеет, вот, но надо вспомнить центр поля Краснодара на тот момент, это Роман Широков ушедший из Зенита, это Марат Измайлов, это, по-моему, уже Павел Мамаев, это и Перейра, насколько я помню, уже был в том составе, но это супер креативный центр поля, который, наверное, без тренера может что-то показать, потому что там супер интеллектуальные футболисты были собраны, и с такими футболистами, конечно, играть там какой-то очень такой красивый футбол, ну, это действительно возможно. Потом Кононов уходит, и совершенно провальный период в Ахмате, и появляется он в Туле. В общем-то, можно теперь уже с твердой уверенностью сказать, что Кононов, возможно, и умеет что-то, но работать он может только в клубах, где нет вообще никакого давления на результат, где можно что-то делать, и из тебя не будут спрашивать после твоего любого косяка, и такой тренер Спартаку конечно же не подходил, но давайте тоже обо всем по порядку. Приходит Кононов, и вот она знаменитое обещание о бесковском футболе, о четырех месяцах на построение игры. Давайте вспомним, что Бесков, я проверил эту информацию, Бесков тренировал Спартак более 10 лет, и наверное, там и подбор футболистов был в Союзе один из лучших в Спартаке, и время было намного больше, у Бесков да и не надо сравнивать, это кощунство сравнивать, такие фигуры таких, такой глыбы и просто Олежа Кононова, но обещание оно было, все его помнят, никто его за язык не тянул, и соответственно в таком клубе как Спартак, тем более с такими фанатами, которые требовательные, которые ну конечно притянут за язык в любом случае, давать такие обещания, если ты не готов их выполнять, а выполнять их он не оказался не готов, да, была более-менее осень, где удалось хоть что-то наладить, но нам надо понимать, что все, что произошло весной, это уже было не знаком, это было очевидно, что Конов не справился, ему были поставлены задачи руководством конкретно, и победа в кубке, и выход, по-моему, напрямую в Еврокубок, и все эти задачи провалил он, бездарно проиграл Уралу в кубке, бездарно проиграл своей бывшей команде Арсеналу 0-3 в Туле, ну и очередной бездарный матч, когда надо было победить, чтобы завоевать четвертое место и прямую путевку в Лигу Европы, ужаснейшая игра в Оренбурге, где потом было обвинение Александра Максименко в том, что молодой вратарь выпустил какие-то неточности, ошибки, хотя если пересмотреть матч, Максименко там порядка трех-четырех сумасшедших просто стопроцентных мертвых мяча вытащил и это уже просто было показательно то, что говорит Кононов и например, как вел себя Каррера, который никогда не обвинял игроков, а всегда говорил, что дама команда и брал удар на себя, максимально ограждал игроков, тем более такого молодого и талантливого, как Максименко, которого можно было запросто сломать в тот момент такими заявлениями, но Коннова это не интересовало, его интересовало только возможность греть свою жопу и продолжать работать в Спартаке, поэтому он говорил так, чтобы остаться здесь подольше, потому что можно спокойно вспомнить его популистические слова, его лицемерие, когда зимой, например, это тоже известный факт, что зимой он перед зимним перерывом обещал Роману Еременко, что тот будет играть, что вокруг него будет строиться игра, также Исамедов говорил, что никаких не было предпосылок к тому, что Кононов откажется от Александра, в общем-то, но на деле все вышло не так, Кононов потом будет все отрицать, и факт есть факт, и Ременко, Исамедов команду в зимний окно покинули, хотя понятно, что каши эти футболисты бы минимум не испортили, но Кононов пытался быть для всех хорошим, говорил очень правильные вещи, его поддерживали ветераны, опять-таки, эти все псевдоэксперты, он же такой хороший, он ставит детский футбол, где там футбол был вообще вопрос, но опять-таки мы продолжаем, и здесь надо понять, что произошло дальше, дальше мы возвращаемся к Леониду Федуну, и его великолепным обещаниям, и его великолепному интервью, которое он потом даст, вот она цитата, то, что либо надо было избавляться от половины игроков, что у него нет денег, либо выгонять тренера-чемпиона, что делает Леонид Федун ровно через полгода, правильно, Леонид Федун избавляется от половины состава, Глушаков, Камбаров, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриана, куча аренд, и здесь можно перечислять дальше, конечно же, Фернандо, Спартак обновляет фактически наполовину свой стартовый состав, и как это можно теперь объяснить после этих слов Федуна, да никак это нельзя объяснить, это очередной бред, который пронес президент, к которому мы уже привыкли за все эти годы, и мы возвращаемся к Коннову, перед ним стоит задача выйти в групповой этап Лиги Европы, который он бездарно проваливает, уступив браги, команда показывает невнятную игру в чемпионате, я сразу же вспоминаю, недавно было видео с конференцией, когда Коннов не работал, это по-моему было после ухода из Ахмата, где он примерно говорит следующее, ну проиграли вы, ну и что, вызовут вас на ковер, главное, что вы получили довольствие от игры, главное, что футболисты верят вам, и победы обязательно придут, но после вот этих поражений подряд Спартака, это просто смешно, слышать вот это вот, то, что говорил Коннов, это какой-то бред, полудурка, и соответственно, вот эти поражения, последний матч с Оренбургом, где я просто продолжал некому охуе находиться, просто смотря на то, как бесковский футбол, да, уже просто реально смешно от этого превратился уже за последние полгода в просто какие-то забросы от Джики и от Жиго вперед, где стоит пять футболистов на линии вратарской, на линии штрафной и пытаются просто дождаться мяча, никто не двигается, никаких действий не предпринимается, просто просто стоят и ждут, может быть, к ним мяч отскочит, но футболом там и не пахло, кононав продолжал работать в спартаке, когда заслужил увольнение еще весной после матча с Оренбургом, в итоге карма его настигла и он уволен был матч уже осенью после Оренбурга, но мы понимаем, что это был очередной уже провальный чемпионат, потерянное время и в этом вина, конечно же, руководства и вина Леонида Федуна. Опять-таки очередной забавный факт Федуне знаменитые фразы о доверии от президента трем тренерам он выражал доверие и каждый из них проработал, насколько я помню, меньше месяца. Он выражал доверие Черчесову, был уволен, выражал доверие Эмире, был уволен и, соответственно, вот оно доверие, когда он сказал, что Коннов проработает до зимы, ну и Коннов тоже был уволен. Поэтому слухи о десяти процентах, которые значит тренер, ну это не слухи, точнее, вот его слова, но они просто подтверждаются. Это, ну, здесь можно просто ничего не говорить, здесь должно быть адекватным людям все понятно. Дальше, что я хочу, уже будем потихоньку заканчивать, это действительно очень долгий монолог, но я уж, если я сделаю, то надо довести это до конца. Слухи о главном тренере будущем, говорят, что большая доля вероятности это будет экс-тренер Шальки 0-4, очень молодой тренер Доминика Тодеско, немец, и опять-таки я не могу об этом ничего конкретно сказать, потому что здесь при правлении Федуна не всегда решает тренер, точнее, никогда почти не решает тренер. Ему очень повезло с Каррерой, ему, он должен ему просто в ноги кланяться, за то, что человек как раз никогда вообще не слышал ни о чем якобы спартаковском футболе, просто делал свою работу и делал ее хорошо. И новый тренер, да, я немножко почитал о нем информацию, возможно, если он будет, это очень молодой тренер, очень помешанный на тактике тренер, возможно, у него что-то получится, я буду опять-таки на это надеяться, но к сожалению, в Спартаке все идет от головы, идет все от совета директоров и от частности от того, с какой ноги встанет Ляднет Федун, некорректна его неквалифицированная управленческая деятельность, неквалифицированный состав людей, которые управляют командой, которые принимают там главное решение и из этого Спартак движется по кругу. Спартак не желает видеть Федун сильной командой, я убежден на это на 100%, у него есть земля в Тушино, да, он построил стадион, но я думаю, он получает опять-таки неплохие деньги с этой земли, с города Тушино, который продолжает строиться, и то, что он говорит, что он отдаст клуб болельщикам, но я просто надеюсь, что он кому-нибудь его продаст, раньше даже, чем он это обещает, потому что этот президент можно понять за все эти годы, это тупик, то, что Оленичек говорил, что Старков тупик для Спартака, но я могу сказать, что Фидун, тупик для Спартака. Вот, это мое мнение, опять-таки я всех поздравляю в любом случае с увольнением Конного, это был тяжелый год, и я рад, что это закончилось, в любом случае будет какая-то новая страница, я благодарю всех людей, которые продолжают поддерживать Спартак, это большинство вообще населения нашей страны, это преданные люди, которые продолжают в такие непростые времена болеть, и переживать за эту команду, и я опять-таки хочу принести какие-то извинения за то, что если там где-то я сбивался, где-то я может быть что-то неправильно сказал, потому что это все фактически было из головы, из того, что я вспоминал и сразу же пытался вам преподнести в каком-то более-менее связанном виде, поэтому напишите, пожалуйста, как вам такой формат, с чем вы согласны, с чем вы вообще не согласны, и напишите вообще свое мнение по тому, что происходит в Спартаке, я вас благодарю за просмотр и увидимся в следующих видосах, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok